Доброе утро! Мы с вами пришли в церковь в воскресный день для того, чтобы послушать, что скажет нам Господь, увидеть друг друга, пообщаться, вместе помолиться, вместе прославить Господа, пропеть псалмы. И в книге Неемии, в восьмой главе, в восьмом стихе написаны такие слова. И читали из книги, из закона Божия, внятно и присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное. Можно было взять первую половину и сказать, что и читали из книги закона, и на этом все. И читаем, будем сегодня читать из Библии, и на этом все. Но на этом не все написано, и народ понимал прочитанное. Это и есть наш с вами один из причин прийти в дом Господень, чтобы услышать, что скажет мне Господь. Что будет прочитано, и чтобы мы поняли, что сегодня хочет нам сказать Господь. И мы встанем, попросим благословения. Слава нашему Господу! Этот день сотворил Господь. Давайте мы все возрадуемся, что мы в доме Божьем находимся. Аминь. Что сегодня мы живы, здоровы, можем стоять перед лицом Его, поклоняться Ему в Духе Иисусе. Аллилуйя нашему Господу! Псалмопевец Давид говорит такие слова. Хвалите рабы Господни, хвалите имя Господне. Да будет имя Господне благословено отныне и вовек. От восхода солнца до запада, да будет прославляемо имя Господне. Хвалите рабы Господни. Аллилуйя нашему Господу! Давайте мы прославим Бога, поклонимся Ему в пении. Пой, Господу, вся земля! Пой, Господу, вся земля! О спасении Его говорит! Его чудеса и слава посвящаются во всей земле. Пой, Господу, вся земля! Господь верит силам и могущества. Ликун, 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 ибо Господь застует! Пой, Господу! Пой, Господу, вся земля! О спасении Его говорит! Его чудеса и слава посвящаются во всей земле. Господь верит силам и могущества. Ликун, ликун, ибо Господь застует! Ликун, ликун, ибо Господь застует! 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 Пою все сестры! Аллилуйя! Братья! Аллилуйя! 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 Знай я и без уни? Силах и могущества! Ликун, ибо Господь застует! Аминь, 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 аминь. Веди меня, Воду свято, наполни жизнь. Войди, мой друг, Иди меня, В Твое присутствие. 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 В Тебя, Дух святой, Веди меня. Веди меня, Водуш святой. Водуш святой, наполни жизнь. Войди, мой друг, Иди меня в Твое присутствие, меня коси, где нуждаюсь. Не хочу жить без сына, не могу идти один, мое сердце ждет Тебя. Пусть святой веди меня, не хочу жить без сына, не могу идти один, мое сердце ждет Тебя. Пусть святой веди меня, не хочу жить без Тебя. Не могу идти один, мое сердце ждет Тебя. Пусть святой веди меня. Пусть святой веди меня. Субтитры создавал DimaTorzok 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 тему, которую я бы назвал, что есть истинная свобода. Вы знаете, каждый из нас, и верующий, будь то человек или не верующий, живя на этой земле, задумывается, свободен ли человек по-настоящему. И каждый свободу понимает по-разному. Особенно, ну, больше этот термин трактуется в тех странах, где предоставляется больше свободы, как американцы говорят, больше opportunity. И в начале проповеди я хотел бы, вы знаете, просто привести, может быть, какие-то такие факты, которые, ну, рассказывают нам об истории. И в штате Пенсильвания, это Филадельфия, есть очень интересная такая достопримечательность, очень интересное место и интересная вещь, которая находится там, которая называется по-английски Liberty Bell. Эта вещь, говорит, называется колокол свободы. И вот, что интересно, что колокол этот свободы стал намного раньше известней, стал символом свободы в США, намного раньше той статую, которую многие любят смотреть или созерцать, когда посещают Нью-Йорк. И вот этот колокол в свое время предвозвестил, своим ударом собрал людей и была зачитана декларация о независимости США от Великобритании. И вот этот колокол, он весит почти тонну, 943 килограмма. И вот этот колокол отлили с разных сплавов, включая и золото, и медь, и другие вещи. И этот колокол предвозвестил о том, что Америка стала свободной и независимой от Великобритании. И на этом колоколе отпечатано очень интересное место из Священного Писания. Это книга Левит, 25 глава, 10 стих. Я хочу просто прочитать вначале. Книга Левит, 25 глава, 10 стих. Я не буду весь стих читать. Тут, может быть, и весь прочитаем. 25 глава Левит, 10 стих написано так. «И осветите 50-й год и объявите свободу на земле всем жителям ее». Вот это первая часть, напечатанная на этом колоколе, который является до сегодня символом свободы в США. Вот этот колокол, который предвозвестил и было зачитано в 1776 году, Декларация о независимости, которая включает Bill of Rights, то есть Биллы о правах. И вот что интересно в Биллы о правах, когда начинаются переисчислять, вот какими привилегиями и правами пользуются жители этой страны, каждое слово начинается со слова «свобода». Свобода вероисповедания, свобода передвижения, свобода собраний и так далее, и так далее, и так далее. И вы знаете, каждый раз, когда мы собираемся в воскресный день на богослужение, мы пользуемся вот этой привилегией, которая нам гарантирована вот этой декларацией или конституцией этой страны – свобода собраний. Давайте скажем слава нашему Господу. Мы пользуемся вот этой привилегией – свобода вероисповедания. Давайте скажем слава нашему Господу. Мы продлевает еще Бог милость над нами, что пользуясь вот этой привилегией, которая когда-то была, знаете, как сказать, анонсирована, том, что произошла вот это вот, ну, предвозвестили и сказали о том, что даст свободу на всей земле жителям ее. И вы знаете, каждая страна по-своему ценит и оберегает свои права и свободы. Не исключением является Америка. И вот для этого колокола построили специальное здание, специальный пелос. И что интересно, что каждого дня 4 июля, это Independence Day, все Америка празднует, и мы вместе с ней живущие здесь. И вот по традиции 13 человек – это потомки тех, которые подписывали эту декларацию, приходят к этому месту и звонят каждый по 13 раз по числу первых штатов, которые подписали эту декларацию о свободах и декларацию о независимости. Вот такая существует в Америке традиция. Вы знаете, но если мы посмотрим, что все на земле – это видимое. Это все на земле видимое. Я к чему хотел привести вначале этот пример, немножечко историю о том, что все на земле меняется. И в течение этих сотен лет, сколько там существует Америка, много вносилось поправок в основной закон Америки. И порой этих поправок столько много, что сама суть уже свободы, она исказилась до такой степени, что уже может быть и не проглядывается тот истинный смысл, который был заложен в самом начале основания этой страны. Объявите всем жителям земли, что объявляется свобода для всех живущих на ней. Вот это был самый главный принцип, самый главный, ну как бы сказать, поинт, заложенный в это для того, чтобы люди могли свободно жить, люди могли свободно поклоняться Богу, люди могли свободно передвигаться и по-настоящему в этой земной жизни, ну, стараться быть или быть свободными. И вот я не зря сказал, что все изменяется. Слово Божие нам говорит о том, что видимое – оно все что? Оно временно, а невидимое – оно вечно. Я хотел бы дальше продолжить проповедь и немного поговорить уже о другой стороне свободы, которая есть – духовная свобода. Вы знаете, многие люди, достигая внешней свободы, даже много поколений или волны миграции, приехав в США, пытаясь, или не то, что даже пытаясь, а желая получить вот эту видимую свободу, которую не имели в своих странах, приехав сюда, но многие люди не освободились от другой, не получили вот эту настоящую духовную свободу, которую дает только Бог. Давайте посмотрим, что говорит нам прежде всего Слово Божие о том, кто может дать эту настоящую свободу. Вы знаете, это вопрос не праздный, потому что многие люди, живущие, видимо, в этой свободе, они не имеют внутреннюю духовность свободы, которая намного важнее, которая намного ценнее и которая намного, вы знаете, свободнее, свободнее дает жить человеку. Когда-то Иисус Христос пришел в Назарет, мы знаем, я хочу прочитать это место, когда Он вошел в синагогу, это Евангелие от Луки. И мы возьмем 4 глава, 16 по 22 стих. 4 глава, 16 по 22 стих. Здесь написано так. И пришел в Мазарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и стал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенным сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное. И, закрыв книгу, и отдав служителю, селы глаза всех, в синагоге были устремлены на него». И он начал говорить им «Ныне исполнилось Писание, слышанное вами». Мы, думаю, не раз уже слышали, если кто помнит, в предыдущем собрании брат Александр именно читал немного с этого места и как бы сделал такой небольшой акцент, который мне особенно запомнился, что одной из целей прихода Иисуса Христа на эту землю – отпустить измученных на свободу. Свобода по своей ценности стоит на втором месте, а может быть и рядом о ценности у жизни. За жизнь человек свою отдаст все, что у него есть, но и за свободу человек также отдаст все, что у него есть. Одна известная телекомпания делала обзор о государстве Израиль и приехала в государство Израиль, это была компания из Российской Федерации, телевизионно известная, и они делали обзор, им захотелось посетить одну израильскую тюрьму. И что интересно, половина, кто сидит русскоговорящий, половина, кто охраняет их, тоже русскоговорящие. И вот они поначалу брали интервью у одной части, у охранников, и они всегда говорили, все в рамках закона, все нормально. Но потом они пошли в камеру и начали опрашивать тех заключенных, которые там сидели. Вы знаете, им была предложена такая возможность передать привет своим близким, которые находятся на свободе. И вот каждый стал передавать приветствовать, говорит, там мама, папа или там кто, жена, я вот передаю. И каждый из них после своего привета сказал такое пожелание. Я желаю, говорит, выйти отсюда и никогда больше сюда не возвращаться. Я желаю, говорит, выйти отсюда и не желаю больше, говорит, сюда никогда не возвращаться. Я думаю, нет такого человека, который бы не ценил свободу, которую мы имеем. Это дар Божий, который мы получили, даром. Вот эту свободу, которую дает нам только Бог. Я хотел бы прочитать дальше еще одно место священного писания Евангелия от Иоанна. Это уже Христос говорит такие слова здесь. Это будет 8 глава, 31-36 стих. Евангелия от Иоанна. 8 глава, 31-36 стих. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познайте истину, и истина сделает вас свободными». Ему отвечали, «Мы семя Авраамова, и не были рабами никому никогда. Как же ты, говоришь, сделайтесь свободными?» Иисус отвечал им, «Истинно, истинно говорю вам, всякий, делающий грех, есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Я хочу обратить внимание на то слово Иисуса, которое Он сказал, «Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Никто, кроме Иисуса Христа, не может дать вот эту духовную свободу, которую дает только Он, которая свобода приводит к истинному общению с Богом, та свобода, которая не тлеет и не меняется. Иисус говорил еще те слова о том, что «Ибо многие придут под именем Моим и будут предлагать». Вы знаете, сегодняшняя жизнь, это своего рода, вы знаете, для меня, как, знаете, какой-то рынок или базар или маркет. Каждый предлагает свое. И даже в духовном смысле каждый предлагает свободу. Но свобода ли это на самом деле? Слово Божие говорит нам о таких людям, о том, что люди, которые предлагают эту свободу, сами порабощены тленью, обещают, говорит, свободу, будучи сами рабами тления. Христос сказал о таких людях, что если слепой ведет слепого, то что? То оба упадут в яму. Вот такая свобода, она обязательно приводит к греху, к смерти и к падению. Эта свобода не является истинной свободой, но ту свободу, которую дает Бог во Христе Иисусе, она дает истинное освобождение. Поэтому Христос сказал, ибо если Сын освободит вас, то истинно свободно будете. Я хочу просто задать сегодня каждому из нас вопрос, начиная от молодежи, средних лет и каждого, даже кто, может быть, сегодня смотрит нас через интернет, что для вас есть истинная свобода? Получили ли мы по-настоящему освобождение от Христа? Ценим мы ли вот ту свободу, которую мы имеем во Христе Иисусе? В послании Галатам, я хочу прочитать еще одно место. Это будет послание Галатам, мы возьмем 5 глава, 1 стих. Послание Галатам, 5 глава, 1 стих. Здесь написано так. Итак, стойте в свободе, которую даровал вам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. Стойте в свободе, которую даровал вам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. То есть, здесь апостол Павел хотел сказать, не возвращайтесь туда, откуда вы вышли. Если вы получили вот эту истинную свободу, стойте в ней и живите в ней, потому что истинная свобода нам Слово Божие говорит, что царство Божие, это не пища и питье. Как помните, апостол Павел о некоторых сказал, люди так рассуждали тоже в то время, гуляй, пей, веселись, ибо завтра умрем. Вот это они ценили и ценятся в этом мире свобода. Но эта свобода тленная, кратковременная и ненадежная, она обязательно разрушится и развалится. Но есть свобода вечная, в которой есть покой, мир и радость во Святом Духе. Вот эту истинную свободу Бог сегодня предлагает каждому из нас. В послании к римлянам еще немного хочу прочитать 6 глава. 6 глава последних 2 стиха, 22-23 стих. Здесь написано так. «Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем». Мы созданы Богом со свободной волей. Мы часто это слышим. Но готовы ли мы со свободной волей стать рабами Господу? Свидимое слово «раб», но это рабство приносит настоящее счастье. Это рабство приносит настоящую свободу. Это рабство приносит жизнь вечную, как мы читаем. Это истина, кто вкусил это в своей жизни. Я вспоминаю, много лет назад в одну церковь, я был на собрании, приехали ребята. 25-27 лет им было в то время. И вот эти люди сидели в тюрьме. Не сидели за веру, а сидели за реальные какие-то преступления. Кто-то за воровство, кто-то там, может быть, за мошенничество. И вот эти люди, услышав вот это слово, слово Божие, которым проповедовали в тюрьме, они уверовали в Него, они приняли Христа, они получили вот эту истинную свободу, находясь в этой темнице, там, где они содержались. Они сидели за свои преступления. И вот они, освободившись, приехали в церковь уже, бывший заключенный, и свидетельствовали то, что с ними сделал Бог. И девизом их свидетельства было вот эти слова Иисуса Христа, которые я уже читал из Библии. «Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». И один из них свидетельствовал, рассказывал свидетельства. Я как-то подошел потом к нему, говорю, брат, ну кто сейчас сидит там в тюрьме, что за люди? Он говорит, в тюрьме, в основном, говорит, сейчас пепсикольное поколение. То есть, в основном, говорит, молодежь, что воспитана в модерн, вот в этой жизни. Вот они, говорит, сейчас там сидят, вот им нужна настоящая, говорит, свобода. И другой брат проповедовал и говорил, что я, говорит, был такой же, как, говорит, и они. Но я получил эту свободу. И что интересно, он теперь свободен. Он идет опять в ту же тюрьму, на тех же нарах, где он сидел, его там все знают. Но он уже свободен, свободен. Он приходил туда, и он проповедовал им настоящую свободу. Он исполнял вот это слово, которое сказано было Иисусом, что Иисус пришел выпустить измученных на свободу. Дорогой друг, перед нами молитва. Вы знаете, у меня нет сегодня желания кого-то приглашать сюда, или вытаскивать, или навязывать. Если ты сегодня в каких-то оковах греха, неважно, в христианской ты семье живешь, или, может быть, ты не вырос в христианской семье, Бог желает сегодня освободить тебя. Бог желает сегодня дать тебе настоящую свободу, не вот тот фейк. Вы знаете, я недавно вчера пришел в магазин, рассчитывался за одну вещь кешью, и после того она просматривала эти купюры специальным, такой машинка смотрела, долго, настоящий купюр или нет. Я стоял какое-то время, ждал, потом я ей сказал по-английски, говорю, это не фейк. Не волнуйся, говорю, это настоящие, говорю, доллары. Она поулыбалась, дала мне потом после этого сдачу. Так вот, Бог вам никогда не даст фейк. Никогда не подсунет вам подделку и вот эту пустышку. Бог всегда даст вам истинную свободу, та, которая имеется только у Него. Ибо если Сын освободит вас, никто вам не поможет, кроме Иисуса Христа. Никто. То истинно свободны будете. Я вспоминаю, мы пели когда-то такую песню, помните, что я духом обновления, свободный атаков. Думайтесь в эти слова, свободный атаков. Спою псалом хваления Кореевых сынов. Перед нашей молитвой я хочу еще один стишок прочитать небольшой. Это в послании Коринфянам. Второе послание Коринфянам, третья глава. 17-18 стих здесь написано так. Господь есть дух, а где дух Господень, там свобода. Мы же всем открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. Вот там, где есть дух Божий, там всегда будет свобода. Настоящая, неподдельная. И вы, получив эту свободу, мы никогда не ошибемся. Мы ее никогда ни на что не променяем. Братья и сестры, друзья, примите эту свободу, кто ее еще не получил. Это слово сегодня обращено и к вам, и ко мне, и к каждому из нас. Вкусите, как благ Иисус Христос. Сегодня вы не зря сегодня здесь. Мы сегодня не зря здесь, потому что здесь дух Господень, там есть свобода. Сегодня вот это слово говорит нам, что истинно свободны будете, если освободит Иисус Христос. Давайте склонимся, поблагодарим Господа и прославим Его нашими устами, нашим сердцем. Аминь. Молимся. Аминь. 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 Всем сердцем, всей силой, всей душою моей. Всем сердцем, всей силой, всей душою моей. Возлюблю тебя всем сердцем моим, возлюблю тебя умом моим. Возлюблю тебя всей силой моей, Иисус мой Господь. Возлюблю тебя всем сердцем, всей силой, всей душою моей. Всем сердцем, всей силой, всей душою моей. Я люблю тебя всем сердцем моим, я люблю тебя умом моим. Я люблю тебя всей силой моей, Иисус мой Господь. Иисус мой Господь. Всем сердцем, всей силой, всей душою моей. Всем сердцем, всей силой, всей душою моей. Буду прославлять всем сердцем моим. Буду прославлять умом моим. Буду прославлять все силой моей, Иисус мой Господь. Иисус мой Господь. Возлюблю тебя всем сердцем моим, возлюблю тебя умом моим. Возлюблю тебя всей силой моей, Иисус мой Господь. Иисус мой Господь. Иисус мой Господь. Брати и сестры, я хочу вместе с вами сказать слава Господу. Мы почему-то не все говорим слава Господу. Давайте те, которые любят Господа, скажут слава Господу. Слава Господу. Братья и сестры, у сестры Оли Деменюк умерла вчера в 7 часов вечера мама. Ей 92 года. Умерла в своем сознании. И как мне сказали, что вчера она тоже перед смертью, когда напомнили, сказали праведник, как пальма цветет и не увядает, она сказала, возвышается подобно кедру наливаний. И через некоторое время она умерла. Она умерла со словами Священного Писания на устах. Это был человек Божий. Она, когда у нас была в церкви, потом она сейчас в Арваде была, там ближе ее, потому что рядом там она жила, она была примерного поведения. Всегда была послушна. Никогда не прикословила служителям. А как мы с вами? Все ли мы так ведем себя? Иной раз бывает человека невозможно остановить. Мы на пути. Господь дал ей большую жизнь. Она прожила 92 года. И она с Господом. Мы выражаем от имени церкви семье Деменюк. Соболизнование. Пусть вас Господь утешит. Но она с Господом. А мы еще на пути. Мы на пути. Каков наш конец будет, неизвестно. Пусть Господь благословит. Я всем пожелаю, и молодым, и старым, чтобы когда пришла вечность, чтобы быть в сознании, на ногах и за нами, чтобы никто не ухаживал. Вы можете сказать аминь? Брат Василий, брат Василий. Брат Василий, брат Василий. Неизвестно. Неизвестно, неизвестно. Я хочу сказать, брат Василий, что наша кончина будет такая, какая наша жизнь. Вы все слышали? Я хочу сказать для тех, которые смотрят нас по видео, по интернету. Наша жизнь будет такая, наша кантина будет такая, какая наша жизнь. Если мы посвящены Господу, хорошая кантина будет. Пусть Бог благословит, так сказал брат Володя. Братья и сестры, теперь молодежь у нас собирается на кемп. Я всем родителям хочу сказать, далекая дорога, 800 где-то с лишним миль в один конец, 13,5 часов. Это не наш регион. Кемпы должны назначаться 6-7 часов. Мы как церковь не ответственны за поездку ваших детей. Ответственность вас, родителей. Дорога далекая, дорога опасная. Если вы отпускаете своих детей, вы ответственны за своих детей и за транспорт, на котором они поедут. Я обязан это сказать. В следующий раз, если кемпы делать, надо делать 6-7 часов было, чтобы расстояние. Это очень большое. Если перевести на километры примерно 1200, а может 1300 километров в один конец, это далеко. Поэтому, кто поедет под ответственностью родителей. Родители отпускают, поедете. Родители не отпускают, значит будете оставаться дома. Итак, у нас сегодня программа. Сейчас брат Валентин и Ирина споют, а у них еще и сын расскажет стихотворение. Пожалуйста. И Андрей Колодей расскажет стихотворение. И Лиза Семакина расскажет в салон 90-й. Благослови вас, Господь. Если хочешь сладко вкусно, надо маму, папу слушать. Если хочешь не везы, надо Господа любить. Аминь. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Так мене полюбив, що гріхи всі простив мені Отця явив. Ісус, 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 я промовляю знову і знову. Ісус, 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 ты моя любовь. Ісус, 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 я промовляю знову і знову. Ісус, 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 ти моя любовь. Скільки милість твоя мені світла відкрила, Мудрі свійні розправила крила. Ти для мене найвища мета і нагорода, Ти мені і тепло, і проголода. Та, щоб вічно я жив, ти життя положив, За мене на хресті. Так мене полюбив, що гріхи всі простив мені Отця явив. Ісус, 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 я промовляю знову і знову. Ісус, 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 ти моя любовь. Ісус, 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 я промовляю знову і знову. Ісус, 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 ти моя любовь. Дякую. Дякую. Ісус, 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 я промовляю знову і знову. Ісус, 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 я промовляю знову і знову. Ісус, 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 я промовляю знову і знову. Ісус, 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 ти моя любовь. Слава нашому Господу. Грав Сергійко у футбол і забив з сусідом гон. На ворота, у вікно. І розбив у шипці скло. Спирляку ледь не плаче. Озернувся, ніхто не бачив. Не скажу про це нікому. Не сваритимуть у дома. Так забути можна швидко про м'ячем розбиту шипку. Та на серці неспокійно і душа тривожно не є. Раптом я зустрінусь зранку із сусідами на ганку. Як їм в очі подивлюсь, я ж крізь землю провалюсь. Бог себе, чи гріх не скрити, Слід пробачення просити у сусідів, у батьків, Що про гріх не розповів. Треба сором подолати, Вбити в страх в душі своїй. Чисть брехню перемагати, Бо з тобою, хлопчик друже мій. Псалом 90. Живущий под кровом Всевишнього, Под сенью всемогущего покоїться. Говорит Господу, прибежище моє, И защита моя, Бог мой, на Которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца, От гибельной язвы, Переми своими осенит тебя, И под крыльями его будеш безопасен. Щит и ограждение истины его, Не убоюсься ужаса в ночі, Стрелы летящие днём, Язвы ходящие в мраке, Заразы опустошающие в полдень. Падут подле тебя тысяча, И десять тысяч очистнуют тебя, Но к тебе не приблизятся. Только смотреть будеш очами твоими, И видеть возвезди нечестивым. Ибо ты сказал, Господь упование моє, Всевышнего избрата прибежищем твоим, Не приключиться тебе зло, И язва не приблизиться к жилищу твоему. Ибо ангел на своем заповедает о тебе, Охранять тебя на всех путях твоих, На руках понесут тебя, Да не прикнёшься камень ногою твоею, На аспи да и василиска наступишь, Попирать будеш льва и дракона. За то, что он возлюбил меня, Избавлю его, защищу его, Потому что он познал имя моё, Воззовёт ко мне и услышу его, С ним я в скорби, Избавлю его и прославлю его, Долготой дни насыщу его, И явлю ему спасение моё. Аминь. Друзья, давайте мы, вставшись, Поём общим пением. На твоём и моём столе Золотится горбушка хлеба. Аминь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Иисус говорит, я хлеб, значит жизни без Бога нету, без Него душа как свет, и вертва без Него планета. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Иисус говорит, я хлеб, значит жизни без Бога нету, без Него душа как свет, и вертва без Него планета. Господь дал нам возможность быть в Доме Божьем. Не многие сегодня пришли, пришли те, кому Господь дал здоровье, а ведь кто-то и болеет, кто-то пути в дороге, а кто-то и по беспечности, быть может, не пришел. Я помню такие слова, когда Бог сказал народу израильскому, и помни весь путь, какой вел тебя Господь, или каким вел тебя Господь. Мы помним свой путь жизненный с самого детства. Как тебя вел Господь. Я хотел бы, чтобы мы вспоминали только хорошее и неплохое. Мы многое встретили, может быть и трудности, и болезнь, и скорбь. Но давайте мы вспомним те моменты, где Господь хранил нашу жизнь, когда мы были на грани смерти, когда была опасность, когда самолет не мог сделать посадку, когда мы не сели на тот самолет, который должен погибнуть. Господь, я был лично, не попал на самолет, такое огорчение было, а наутро встаю, узнаю, этот самолет потерпел катастрофу между Красноярском и Иркутском. Господь был нашим хранителем с самого детства. Дети, молодежь, люди среднего возраста, взрослые люди, вспомните свой путь, как вас Господь хранил. И по милости Господней с вами мы не исчезли, и мы имеем жизнь и дыхание и здоровье. Нас многих здесь, может быть, не было бы, если бы не Господь. За милости Господней, за любовь Его к нам, я хотел бы, чтобы мы от всей души еще и еще раз, и вы, слушатели, скажите вместе с нами, слава нашему Господу. Да будет имя Божье благосовенно. Я хочу задать некоторый вопрос всем, а вы ответьте внутренно каждый себе. Как мы оценим наше служение перед Богом? Каждый скажи перед судом своей совести. Как мы оценим наше служение перед Богом? Сто процентово мы отдаемся, может быть, частично, а может, только иногда. Вы знаете, может, кому-то не понравится, но Бог хочет все или ничего. Бог хочет, Он нас создал для славы Его, для того, чтобы мы полностью отдались Ему. Им жили, и мы им существуем, слава нашему Господу. Братья и сестры, еще. Доволен ли Господь нашим служением, так как мы служим Ему? Вот такие мысли мне пришли на неделю сегодня. Доволен ли Господь твоим служением и моим служением? Как мы Ему служим? Господь одному из ангелов в церкви сказал такие слова. Имею против тебя так, как ты оставил первую любовь. И Он говорит ему, вспомни, откуда ты не спал, покайся и твори прежние дела. Мы читаем в Писании такие слова. Один из псалмопевцев выражает. «Возрадовался я, когда мне сказали, пойдем в Дом Божий». Радуемся ли мы? Радуется ли наше сердце, когда братья вот с этого места говорят? Братья и сестры, посещайте богослужения. А мы радуемся. Вас, братья, служителя, приглашают в церковь. А мы радуемся, да? Слава Богу, кто-то радуется. А может, мы не все радуемся? Еще, когда задаешь вопрос, почему ты не был в церкви, особенно в воскресенье? Да были гости, мы с гостями ездили в горы. Когда гости, зовите их в церковь. И если гости не совсем хорошие христиане, Господь их в церкви в нашей сделает хорошими христианами. Братья и сестры, не рекомендую никому в воскресенье пропускать служение ради гор. Вы знаете то, что придет тот час, когда мы перестанем перед великим всемогущим Богом. Вот сестра Надя в семь вечера уже ушла в вечность. Но она любила Господа. Она всегда стремилась в Дом Божий. А как с нами? И вот есть заповедь, не оставляйте вашего служения, как есть у некоторых обычаи. Это на основные служения среда, пятница и воскресенье. И когда мы станем перед великим Богом, мы с вами не оправдаемся. Быть может уже многие, которые здесь 26 лет мы доживаем здесь в Америке. И много раз мне лично пришлось говорить братьям, служителям, не пропускайте богослужений. И кто-то предстал пред великим Богом и вспомнил слова служителей. Ему было поставлено в обвинение. Есть у вас заповедь, у вас была заповедь, не пропускайте служений, как есть у некоторых обычаи. А дословно, не оставляйте ваших служений, как есть у некоторых обычаи. Братья и сестры, я не могу молчать. С меня, как со старшего служителя, Бог спросит, если я этого говорить не буду. Я хочу сказать всем слушателям, которые нас слушают по интернету, даже в Китае нас слушают и видят наши служения, не оставляйте ваших служений, как есть у некоторых обычаи. Будьте настоящими, хорошими христианами. Недавно меня посетила такая мысль. Боже, да неужели у нас столько спасаемых в церкви, сколько приходит в пятницу на служение или в среду? Приходят одни и те же в среду, приходят одни и те же в пятницу. Значит, кто-то есть спасаемый, а кто-то не спасаемый. Кто-то занят своими делами, кто-то вторую работу имеет, когда им можно было ее не иметь. Я знаю людей, которые 10-11 часов отработают и бегут в церковь. Им тяжело, им трудно, но они в церкви Божьей. Они хотят быть с народом Божьим. Они радуются, когда говорят, не пропускайте богослужений. Они возрадовались, когда их пригласили в церковь. Вы знаете, мы поем такой псалом, тебя на собрание Дух Божий привел, чтоб ты для души исцеление нашел. Через проповедь, пение, зовет он, прийди. Все ждет он тебя, но ты медлишь прийти. Вы сегодня не случайно слышите это слово. И вы знаете, кому-то это слово будет во спасение, кому-то во суждение. Так говорит Священное Писание. И как мы посвящены сегодня, у нас бывает бракосочетание в субботу. И как правило, в воскресенье после бракосочетания очень многих нету в церкви. Почему? Харисты не все бывают. А мы, говорит, звоню, а мы устали. Вы знаете, что Бог дает утомленному силу изнемогшему крепость в церкви. Я в пятницу говорил о том, что утомляются юноши, падают сильные, но надеющиеся на Господа, а обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Братья и сестры, во имя Господа призываю открыть наши сердца для принятия Слова Божьего. Давайте мы прочитаем Евангелие от Луки с третьего стишка. Это молитва Отче наш. Хлеб наш насущний, подавай нам на каждый день. Когда Господь научил молиться своих учеников, Он включил именно вот эти слова в третьем стишке. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день. Братья и сестры, мы много слышали проповедей, и как-то мне пришлось говорить и о воде, и о соли. Сегодня я хочу поговорить о хлебе. Сегодня хорошо спели псалом о хлебе. Хороший псалом. Давно мы его не пели. И я вижу, все пели, потому что он знакомый, псалом. Почему Иисус Христос включил молиться о хлебе? Мы знаем, что Он сказал, молите же так, Отче наш, сущий на небесах, и так далее. Мы все знаем эту молитву и молимся каждый день. И в третьем стихе почему-то Он именно обращает внимание на насущный хлеб, чтобы мы молились каждый день. Он говорит, молитесь же так. И это заповедь Господа Иисуса Христа. И эту молитву молятся и православные, и католики, и другие течения. И даже некоторые говорят, Василий, перепиши нам, Отче наш, люди неверующие, мы положим в карман, может, когда-то она нам пригодится, мы ее достанем, и мы будем молиться. Почему? Потому что эта молитва имеет большую силу. Некоторые церкви исключили молитву Отче наш вообще. Я бываю по церквам, Отче наш в церкви вообще не молятся. Но Христос сказал, молите же так, Отче наш, сущий на небесах. Мы знаем эту молитву. И почему о хлебе именно такую важность хлеб заимел в молитве Отче наш? Для какой цели вы думали или нет? Я над этим думал неоднократно, пока мне не пришла тема этой проповеди. Потому что хлеб всему голова. И хлеб это главный орган питания. Еще, хлеб никогда не приедается. Я, допустим, кушаю хлеб в большом изобилии. Я люблю хлеб. И пресный. И кислый. И сухари. И все, что связано с хлебом. И все мы. Почему? Это главный орган питания. Теперь, Писание говорит, послушайте, хлеб, который укрепляет сердце человека. Быть может, кто-то недостаточно кушает хлеба, и у вас болит сердце. Оно неукрепленное. Вы знаете, вчера я после работы очень тяжело чувствовал. И уже когда под вечер я так очень хорошо поел и с хлебом. И у меня болело сердце. Я перестал болеть. Я стал чувствовать полноценно, здорово очень. Здорово я просто. Прилив здоровья пришел в мой организм. Хлеб, который укрепляет сердце человека. Давайте мы за хлеб скажем нашему Господу. Слава Богу. Аллилуйя. Как Господь все предусмотрел. Он дает нам хлеб. Хлеб является символом жизни на земле. И вы знаете, хлеба нет, грозит смерть, грозит голод. Население на земном шаре насчитывается больше 7 миллиардов человек. И скажу такую статистику. Из 7 миллиардов человек голодает больше 1 миллиарда. То есть каждый шестой человек недоедает, ложится голодным, встает голодным. Умирает дети от голода. Умирает люди от голода. В таких странах, особенно в южных странах, в Южной Америке, в Индии. И, братья и сестры, как мы должны благодарить нашего Господа за то, что у нас на столе есть хлеб. В древнем Израиле было так. Если есть хлеб на столе, значит, это уже не голод. Если есть хлеб, вода и соль, это уже не голод. Люди уже не умрут от голода. И в Израиле так же было бы, было бы, что если принять гостя, хотя был бы хлеб. И вот хлеб есть, они в основном пресные хлебы делали и угощали гостей. И вы что думаете, в древнем Израиле хорошее питание было? Я просматривал как-то очень давно литературу, все же, чем же народ израильский питался? Основной продукт питания был хлеб. Потом были изюм, виноград, овощи, фрукты. Рыба не всегда, мясо очень редко. Так питались и многие цари. Они брали хлеб с собой даже на войну. Они нуждались в этом, потому что это основной продукт питания. И для жизни нужен хлеб, вода и одежда. И также соль. Я еще раз хочу сказать, что хлеб является основным продуктом питания. Представьте себе, из хлеба, или другими словами сказать, из пшеницы, делают тысячи и тысячи видов продуктов питания. Слава Богу! Один хлеб! Вы представьте себе, из столько много продуктов питания, так уже Господь сотворил хлеб. Давайте мы обратимся к древности. Бытие 14 глава, 18 стих. И Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего. И благословил его, и сказал, благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли. И благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои. Авраам дал ему десятую часть. Заметим, друзья, дорогие братья и сестры. После победы, когда возвращался Авраам, вы знаете, это событие, в основном все верущее. Мелхиседек, царь Салимский, это таинственная личность. Никто до конца не знает, кто он был, но он был священник Бога Всевышнего. Он вынес хлеб и вино, как победителю, как родоначальнику народа Божьего, как праведнику, как другу Божьему, он вынес хлеб и вино. Вы знаете, эта традиция сохранилась до наших времен. Сегодня очень часто мне приходится бывать на браках, и когда жених с невестой только подъезжают к молитвенному дому, их папа и мама встречают с хлебом и солью. Когда президент страны приезжает в другую страну, его встречают с хлебом и с солью. Это идет от самого мелхиседека, царя Салимского. Почему так? Почему не овощи? Почему не фрукты? Да потому, что Бог сказал молиться о хлебе, и Он создал хлеб, как главный продукт питания, слава нашему Господу. Пусть Бог благословит. И для жизни особо нужен хлеб. Вы знаете, кто по-особому ценит хлеб? Люди старшего поколения, у которых седые головы. Они прошли голод. Они прошли тяжелые времена. Они ложились голодными, вставали голодными. Они кушали различные травы. Не было чего кушать, особенно Украина, Белоруссия, западные страны. Там был страшный голод. Моя мама рассказывала, когда жили в Сибири, во время войны голода, хлеба не было. Но они спасались природными богатствами. Рыбы было вдоволь такой, которую мы даже и не кушали. Сибирские реки, чистейшая вода, орех в летнее время, ягоды. Этим, говорит, спасались. И они остались живы. Она 14-летняя осталась без отца и матери. И воспитала еще троих маленьких детей, к младшему было год. Благодаря заботе нашего Бога, богатой природе Сибири, многие миллионы там остались живыми. А кто-то имел еще и скот. Это не голод. Но западная страна, Россия, Украина, Белоруссия, все голодали. И они знают цену хлеба. Они за золото отдавали, булку хлеба брали, золото отдавали. Почему? Да потому что жизнь при самой низкой нищете дороже золота. Хочется кушать. Хочется жить и не умирать. Писание говорит, разделись с голодным хлеб твой. Как мы можем здесь, в этой богатой стране, когда мы заходим в магазин, где тысячи и тысячи продуктов питания, народ израильский так не питался. И многие страны мира так не питаются. Как мы можем разделись с голодным хлебом? Мы часто отправляем и на Украину, где сейчас проблема, и в другие страны мира, там, где голодают, мы разделяем с голодным хлеб нашим долларом. Я помню, мой тесть рассказывал, когда взяли его в плен, и он ехал в поезде, и там был один немец, который посмотрел, он говорит, мы настолько голодные были, без воды, без хлеба. И немец посмотрел, говорит, на меня, вот дал вот такой небольшой кусочек хлеба. А напротив меня, говорит, сидит еще мужчина голодный. И я, говорит, взял вот так наполовину, разломал и дал ему. А, говорит, с другой стороны сидит еще один человек. И он закрывает глаза от голода. Он даже не может смотреть, когда люди кушают. Он говорит, я разломил и свой кусочек, и ему еще дал. Раздели с голодным хлеб твой. Братья и сестры, неизвестно, что нас может постигнуть. Есть очень пророчества даже у меня вот здесь, еще никто их не читал, что бедствия большие грядут на землю. Будет голод, будут трудности, будут испытания, особенно народу Божьему. Мы сегодня должны быть готовы. Сегодня мы должны как никогда бежать в церковь. Когда 11 сентября получилась беда в Америке, то побежали в церковь вечером, когда в понедельник ни в одной церкви нету служения. Все верующие и неверующие. Почему? Беда произошла. Но было поздно. Беда уже произошла. Надо бежать в церковь до беды. Вы помните, когда Иосиф был в Египте? Через фараона были показаны сны. Семь лет будет изобилие, а семь лет голода. Вы представьте себе, что семь лет не было урожая после изобилия. И Бог открыл Иосифу запасать хлеб. В течение семи лет он запасал хлеб. И строил специальное помещение, хранилище. И благодаря этому были спасены миллионы и миллионы людей. Народ египетский, другие страны мира приходили, покупали хлеб. И народ израильский, который тогда составлял всего 70 человек. Это начало народа израильского было. Поэтому, братья и сестры, я хотел бы, чтобы мы с вами берегли хлеб, не выбрасывали его, как это бывает делается. Я слышал такой пример. Один верующий человек работал на производстве, и когда обедали, кусочек хлеба оставался, он его пинал. Ему говорили неверующие, что ты делаешь, тебя накажет Бог. Он продолжал это делать. И вы знаете, что с ним получилось? У него заболел пищевод, он не мог глотать, и он умер от голода. Неверующие подсказывали, дети, никогда, дети, смотрите сюда, никогда не выбрасывайте хлеб. Никогда. Берите столько хлеба, сколько вы можете скушать. Братья и сестры, я ко всем говорю, и если даже кусочек остался, оставьте его на следующий раз. Скушайте. Знаете, что многие люди умирают от голода. Многие люди хотели бы после вас докушать что-то, но они не могут этого. Я хочу обратиться ко всем. Как же у нас на браках происходит? Я видел, когда дети набирали вот так полную тарелку, взрослые старички набирают вот столько, много. Не доедают, остается. Вы можете второй раз пойти. Возьмите столько, сколько вы скушаете. А когда бывает день благодарения, сколько набирают? Переедают. Мы не голодные. Вы знаете, вообще нужно уходить со стола с чувством легкого голода. Я так делаю. Я никогда не переем. Никогда. Бывает, если это плохо просто. Я чувствую, что вот-вот уже все. И вы знаете, благодаря этому сохраняются физические силы, энергичность, здоровье и все остальное. Не переедайте никогда. И еще. Бывает похороны у нас в кантри-буфет. Ну там же заплатили. Ты же даже не платишь, у кого беда произошла, они заплатили за нас. Я видел, вот-вот, по столько набирают полные тарелки. По пол тарелки выбрасывают в мусор. Братья и сестры, это грех. Берите столько, сколько вы скушаете. А на днях благодарения бывают. Знаете, что кто-то берет больше, чтобы домой взять. Это тоже грех. Это воровство. Покушал и с собой взял. Это нечестно. Братья и сестры, пусть Господь поможет нам. Ведь хлеб достается нелегко. Послушайте. Хлеб достается нелегко. Прежде чем. Чтобы был хлеб, это большой процесс. Нужны семена, которые нужно вырастить. Далее. Нужна хорошая почва. Вот посмотрите. Почва. Тракторы. Трактора пашут и готовят к посеву. Это большая работа. Нужно посеять. Это раньше вручную сеяли. А сейчас комбайны сеют. Нужно вырастить, чтобы выросла пшеница. Конечно, здесь вот не так. У нас в Сибири вот такая пшеница росла. Выше, чем по пояс. Природное богатство очень хорошее. Там, где особенно подтаежные места очень сильно хорошо росла. Теперь нужно собрать урожай. Вот смотрите, какие колосья. Их надо собрать, чтобы ничего не погибло. И помолотить. Вот сейчас комбайны собирают пшеницу. Смотрите, они собирают и машинами увозят на земле, на зернохранилище. И еще. Нужно помолотить, чтобы мука была. Надо просто есть такие фабрики, заводы, мукомольные, где получается мука. Далее. Нужно сделать тесто. Вот смотрите, хозяйка делает тесто. Наши жены делают вкусный хлеб. Давайте за наших жен скажем слава богу. Представьте себе. И каталочка все есть. И из хлеба и вареники, и пельмени. И все остальное. Мы голодные, да? Хотим кушать. После собрания пойдем и покушаем. Братья и сестры. И потом испечь хлеб в печи. А вот он уже и готовый хлеб. Достают из печи. Это большой процесс. Это большая работа. Вот так достается хлеб. Я помню, когда у нас в Сибири убирали урожай. Люди, которые убирали круглые сутки, работали, пока стоит сухая погода, чтобы все собрать. И они правильно делали. И израильтяне шли по пустыне. И они что ели? Кто скажет? Манну, да? А другими словами сказано, они ели хлеб небесный. С неба падал хлеб, они ели. Вы знаете, они не заработали этого. В течение сорока лет Господь кормил их хлебом. И некоторые еще роптали. И вы представьте себе, этот хлеб был каждому по вкусу. Слава нашему Господу. А вы помните, когда Иисус Христос питью хлебами и двумя рыбками накормил, сколько человек? Пять тысяч. Пять тысяч человек, не считая женщин и детей. Почему-то женщины не считались и дети, да? Кто-то сказал, если посчитать женщин и детей, от семнадцати до двадцати двух тысяч человек там было. И все ели, насытились. Мальчик, хороший мальчик был. Папа с мамой, видно, что-то ему положили в дорогу. А остальные были очень голодные. Послушайте внимательно, как никогда. Послушайте все. Когда покушали, что Иисус сказал? Соберите, чтобы ничего не пропало. Вы понимаете? Иисус, Ну, ты из пяти хлебов сделал вас таких маленьких. Две рыбки было. Ну, пусть вороны поклюют. Да пусть останется это здесь на земле. Ну, пусть оно пропадет. Но Иисус Христос показал нам пример, чтобы собрали и ничего не пропало. Я хочу, чтобы после наших праздников, после наших обедов, когда мы кушаем дома что-то, чтобы ничего не пропало. Это слова Иисуса Христа. Вы знаете, в этом есть благословение. Если мы слушаем Иисуса Христа, мы благословенны. И еще. Если говорить о хлебе, мы хлеб принимаем на вечере Господней. Хлеб пресный. Слава нашему Господу. И если бы не было хлеба, вот почему мы молимся, мы не смогли бы даже принять участие в вечере Господней. И Христос говорит, я хлеб жизни. Христос говорит, я хлеб, сшедший с небес. Христос говорит, я хлеб живой. Иисус Христос называет себя живым хлебом. Один хлеб, и мы одно тело. Так говорит Священное Писание. И в Израиле были еще хлебы приношения, которые приносили в храм. Как приношения. И эти хлебы могли кушать только священники. Они считались святыми. И мы пропели вот такой псалом. Иисус говорит, я хлеб, значит жизни без Бога нету. И мертва без Него планета. Представьте себе, если бы не было хлеба на земле. В один раз сейчас прекратить. Что было бы? Беда пришла бы. Нас Бог любит. Нас Иисус благословляет. И Он хочет, чтобы на наших столах ничего не пропадало. Чтобы мы вкушали с благодарением. Один пастор пришел в гости к одной семье. И он говорит, знаете, принесите мне Библию. Жена пошла, искала, искала, не могла найти. Муж пошел искать. С трудом нашел. Идет и протирает пыль. Пастор посмотрел так. Он узнал, что эта Библия абсолютно не читается. Ведь Слово Божие есть хлеб, сшедший с небес. Вы помните, когда мы хотели где-то взять Библию, и у нас был такой пароль. А у вас хлеб есть? Приходили в такое место назначенное, а не знали, что такое хлеб. Это Слово Божье. И нам вручали либо Библию, либо Евангелию. Как мы с вами читаем Библию, хлеб небесный, часто или нет? Я хочу, братья и сестры, в простоте сердца задать такой вопрос. Поднимите руки те, которые читают Библию каждый день. Примерно 30%. Братья и сестры, а если бы мы каждый день не питались хлебом вообще, как бы мы жили? Ведь Библия есть хлеб, сшедший с небес. Мы должны питаться. Братья и сестры, мы питаемся два, а может три раза, а может то и больше в день. Но если мы не читаем Библию, мы духовно голодные. Мы духовно умираем. Поэтому у нас бывает и желание нас читать Библию. Не хочется, чем меньше читаем, тем меньше хочется читать ее. И может желание и в церковь идти, Вы знаете, я так думаю, что хорошо бы хотя бы мы читали Библию один раз в день. Может быть, кто-то утром определиться, а может кто-то вечером. Я читаю Библию по порядку. И прежде чем сесть за компьютер, лучше прочитайте Библию вначале. И сколько мы читаем Библию, и сколько мы сидим за компьютером. Сколько мы читаем Библию, и сколько мы говорим по телефону. Сколько мы читаем Библию, и сколько мы занимаемся суетой. Вы знаете, я вижу, что народ Божий в нашей церкви, да и в других церквах, особенно по средам, не желает изучать Писание. Вы знаете, Беспалов говорил, что людей надо кормить Словом Божьим. Вот сейчас мы питаемся. Но питаться один раз в воскресенье – это очень мало. Нужна и среда, и пятница. И еще во вторник молитва есть. И, братья и сестры, мы сегодня можем взвесить себя перед судом своей совести. Каково наше духовное состояние по посещению наших богослужений, по чтению Библии. Вы знаете, сегодня люди гораздо больше отдыхают, чем читают Библию. Лучше поехать на отдых куда-то, в горы, и много раз пропустить богослужения, воскресные служения, чего не рекомендуется. А потом мы говорим, Господь, ну что ж ты не отвечаешь на наши молитвы? У нас столько неотвеченных молитв. У нас столько проблем. Да проблем это не в Господе, а проблемы в нас. Писание говорит, что Слово Божье живо и действенно. Оно острее обоюдоострого меча, проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Братья и сестры, быть может, сегодня Слово Божье кого-то осудит. Рядовой ли ты, ребенок ли ты, замужем или не замужем, женатый, неженатый, какой бы ты пост не занимал в церкви, служитель, может быть, если Слово Божье осудило, нужно каяться. Сегодня народ Божий осуетился. Сегодня народ Божий не в таком состоянии. Вы знаете, Писание еще раз говорит, вспомни, откуда ты не спал, покайся и твори прежние дела. И когда мы читаем Иоанна 5, 39, сказано, исследуйте Писание, ибо вы думаете через них получить жизнь вечную, сказал Христос, а они свидетельствуют обо мне. Поэтому исследуйте Писание. Я давал поручение народу Божию в церкви выучить Псалом 22 и Псалом 90. Лиза выучила Псалом 90 сегодня. А кто выучил еще Псалом 90, кто не знал, есть такие? Выучили, молодцы. А 22-й, кто выучил Псалом, тоже есть, молодцы. Кто не выучил, выучите эти Псаломы. Псалом 22 и 90, как домашнее задание. Это хорошие такие, легко их учить, эти Псалмы. Я их давно тоже знаю. Братья и сестры, я всех вас благословляю именем Господнем. Сейчас мы будем молиться о нуждах народа Божьего. Я хочу, чтобы наша церковь воспрянула. Я хочу, чтобы наша церковь сегодня подумала над тем, как мы служим великому всемогущему Богу. Доволен ли Господь нашим служением? А довольны ли мы сами своим служением? Пусть Бог благословит. Братья и сестры, я сказал эти слова с любовью, потому что эта проповедь созрела у меня в сердце. Я молился Господу, Господи, дай мне тему такую, которая должна быть полезна для народа Божьего. И я рассуждал много дней, может даже шесть месяцев. И когда она созрела, пришлось выдать ее во славу нашего Господа. Давайте мы скажем слава Господу. Вы можете сказать на эту тему аминь? Слава нашему Господу. Слава нашему Господу.